так все я исправил я исправляюсь ребят не судите строго пожалуйста я я давно не стримил но вы сами понимаете понять и простить так я надеюсь не очень крупный чатик сделал но если чая могу уменьшить потом доходи я и сейчас могу уменьшить чего ты уверен что стрим работает да да я уже запустил сейчас он придет к тебе но сейчас придет да он пришел сейчас чуть чуть поменьше сделать чатик а вы стримов и цезарь а вы даур спасибо пишет никто не заставлял тебя стриме то как не заставил понимаете дару моральный долг построить сон он не может просто от не постели а вы могут быть им своими упадническими настроениями этот суппорт нужно надеяться верить что все хорошо будет работать подержите меня немножко хотел и вот когда ты на маршрутке едешь ты вот надеешься веришь что я не несомнёт что ты доедешь чтобы дашь ты знаешь что такие желтые маршрутки газельки я должен выпить какую-то фигню под названием маркер значит не могу ее найти вот не подсадят тебя там в маркер и маркер и маркер слышно блин у меня дома пишет вклад на то время стоит на самом деле нет я надеваю скомпорт как бы куда он спрятал этот маркер а вот он попробуй на конверте пригублю блин и так много еды в холодильнике слышу я прям даже завидует это мой пицца какая-то штучка не купил не пс ем все волю алкаша пойду хат сколько сколько человек я сейчас смутил долгий перезагрузка как сказать немного почти всех а сколько сколько смотрит нас на смотрит ну я думаю примерно вот спасибо ребят за ваше терпение еще пишут что ты долго стоял у холодильника в некоторый гол проснулся значит не хорошо я тоже ребят поддерживаю я не ел три дня и да и все-таки студентка я ее пишу я мог сбросить или ким овер Ну, пока что-то я не понимаю, как ты отсюда попадёшь в панельный станок. Я вот тоже не понимаю. Я помню, что на подобном поезде мы ехали в Black Mezo, в Hell's Life. Нам было поменьше, правда, и там людей не было, кроме меня. Ну, поезд я просто пока не вижу, но у тебя поверь на слово, что-нибудь. Пока у меня ты пьёшь бутылочку. До поезда это долго, да? Здорово? Доктор Мочи? Где все? Я думал, что это место будет занятым. Не очень, да, Ларки? Ну, вот этой вот, которой не очень. Представь, как стыдно отцу за дочь. Ну, он же умер от этого, да. Да, наверное. Как-то ему уже, наверное, всё равно. Ну, да. Но всё-таки можно было. Не выдержал сердце. Почитал сценарий дочери. Бедный отец. Ну, может, он там 60 лет её воспитывал в ней сценариста. А тут бах, и на тебя. Посмотрел. Ну, кстати, справедливости ради нужно сказать, что в Оверлорде её сценарий был неплохой. Ну, то, что Оверлорд очень карикатурный, в принципе, там плохой сценарий был сложный сделать. Ну, да ладно, она няшка. Пратчет, Пратчет няшка. Ты сейчас, видимо, что-то попутал, потому что Пратчет нифига не няшка. Типа ты её видел, да? И даже охотиться... Новые... Более... Тачки. Господи, ты разрушил всю атмосферу. Мне тут... Такие ужасы. Я пришёл в офис, а там нет никого, понимаешь? Там перестраивают всё. Оооо, ужас, слушай. Мне кажется, меня разводят. То есть... Что-то... Ммм... Это нормально. Я могу понять. И вот это вот... Ты поездом блокмест называл? Ты же метро обычно. И вот, видимо, как бы... Метро... Видимо, в Америке всё метро. Одинаково. Так, увеличить войти я не могу. Наверное, в компьютере нужно поискать. Пора сканировать... Так-так-так... Наша боевая подруга пришла в чат. Ты... Ты хоть бы поздоровался. Боевая подруга? Да. Кто там? Я от тебя не буду спидать. А? И должен догадаться сам. Эээ... 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 Ну... С СГА ты имеешь ввиду? Да. Ммм... Саша? Нет. Ммм... Ммм... Кто... Ок? А... ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Что ты тут долго на планируешь? Node Keyt д. А Watch... Эээ... Настер-то? ХХХХХХХХХМ... Подожди! Если б ты остановился, знаешь, на первом имени, я б тебе поверил, но потом вот как-то наиграться точно. Ну ладно, ты же сказал, наша боевая подруга, слушай, нет здесь записок с кодом, он, наверное, съел ее, хотя не оставил на столе. Знаешь, этот офис, мало ли проверки какая, надо вот все есть на всякий случай. Ну, по крайней мере, в России, не знаю как это. А-а-а, Катя что-бы? Да уже поздно, да, Варни? Ну простите, простите, привет, Катя. Ты любишь страшилки, скажи? Я бы на ее месте бы обеднился, ты боишься темноты? Тебе какой-то страшный мужик звонит сейчас мне, Катя. Так, 25.01, видимо. Знаешь? Да не, я не этот. Я же не со злая. Да-да-да, у всех мы мужчин. Все, она ушла сразу, да? Нет, у меня ушла. Она смотрит на тебя. Такие, знаешь, под карающим взглядом, таким вот. Вот, эй, да, урна, вот, нехорошо просто. Вот как ты потом будешь в глаза смотреть на следующем игрой мире, например? Скажи мне. На следующем игрой мире, ну, я очки оденал. Какой лапхак? Нет, я сделаю вот так. И все, не буду смотреть. Понятно. Слушай, кажется, этот офис слегка необитаем. Там серверная какая-то. Ну, вообще похоже на то, что просто... О, мужик, подожди, я пока схожу туда. Я не хочу с мужиком пока. Не хочешь с мужиком пока? Нет, не надо вырывать контент. Не сконцент. Нет, не надо. Нет, не надо. Главное, что пока, знаешь? Потом, может быть, придумал какую. Сейчас какое-то барахло. Слушай, я надеюсь, я не найду здесь каких-нибудь человеческих останков. Ты думаешь, это самое страшное, что ты можешь найти здесь? Слушай, это знаешь, что здесь стоит база для стримера. Прям отлично. Вот тут он играет, вот тут чатик идет. Это логово Карины ты нашел. И Карины сейчас со спины тебя хватит. Со своими чебупелями, чебупелями тебе по голове. Нет, она сделает сердечко. Нет, она сделает чебупель из тебя, а потом покажешь сердечко. Скажи, вот сам как написано чебупелем? Ты когда-нибудь ел чебупеля? Я понятия не имею, что это. Ну это знаешь, такие, как пельмени и чебуреки одновременно. Вот, замороженный. Очень вкусный. Слушай, у меня, у тебя спал зла вебка. Ну не меж. В район. Мы хотим дизайнить легкий способ, работать с революционной реконструкцией, чтобы помочь людям, как ты. О, ты, эээ, взял трейсер-флюид? Да, это хорошо. Ну вот, да, кстати. Мы можем начать, когда ты готов. Я чё-то не доверяю этому мужику, потому что он хочет мне сделать какую-то операцию мозга в каком-то заброшенном офисе, где везде свинарник. Вот, видимо, пока дойдёт, да чё-то реально страшно тут уже. Видимо, у меня нет выхода, так что, окей. Иначе игра не начнётся. Ты просто понимаешь, чем ты занимаешься? Да ты, кише, открываешь шторы там, не знаю, кружки двигаешь. Нужно ознакомиться с механикой игры, это жаль. Нет, 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 я понял, ты просто боишься и оттягиваешь момент страха как можно дольше. Ладно, хорошо, да ты психолог, да ты меня раскусил, да. Ты должен набраться всего такого мужского и типа сюжету, чтобы вот прям у тебя там зажалось всё как-то. Я думал, Артамохин любит тупить в своих стримах, но он никогда так не ошибался без обидки. Я первый раз, ведь всё, первый раз. Иначе камеры, которые уничтожили их души. Хорошо, нет, пишет. Нет, я надеюсь, что они не ошиблись. Я надеюсь, что они не ошиблись. Готови? Слушай, я подумал, что это из скайпа какой-то шум, а это оказывается здесь. Ничего себе. У меня такое последний раз было перед глазами, когда в детстве я спускался с холма, а сверху какой-то маленький подстанчик бросил камень. Этот камень, знаешь, полетел бум-бум-бум-бум-бум по вот таким, на такой траектории и прям в конце мне, прямо в лоб зарядил. Наверное, было обидно и боль. Да, всё темно было, тихо, вот искажения вот типа таких были, как ты ему там стил потом, надеюсь. Да не, но это мой брэд был. Это не смешно. Да правда, троюродный, в принципе, возможно. Троюродный, в принципе, уже нет. Твоюродный, ладно, троюродный. Я не должен положить меня в себя. Там, значит, что какую-то опасность тяжелую была. Чего ты туда не пошел? Да еще, знаешь, что за сладенький на водку. Слушай, тут, кажется... Кажется, меня кинули. Ну, как обычно. Ты хоть предоплату-то взял, прежде чем тебя кинули? Или просто кинули? Слушай, кажется, он мне должен был делать операцию, так что... По-моему... Я надеюсь, что я его не заплатил. А, ну я встал, всё окей. У тебя неплохой, да, на самом деле? Чё-то всё темно... Ага. Так, я что-то заметил. Вот, вот, вот. А, блин, это склян. Ну, вот, там есть огонек в конце коридора. Еще я включу света. Каминхауту планируешь, и сегодня сейчас темно. Видимо, теперь гернируешь? А-а-а... Слушай, знаешь... И говорят, что это темно сделает посветлее. Это наоборот, это атмосфера. Вот, видите, красный цвет, темно. Вот это вот, пугающая атмосфера. А-а-а-а... Я сейчас... А-а-а... Слушай, меня развели. Я в это кресло сел, и меня, видимо, вместе с креслом перевезли куда-то на подводную станцию, потому что здесь вот эти... Ммм... Костюмы для нориальщиков... Стоят их... А-а-а... Четыре штуки. Из шести. Двое, видимо, до сих пор где-то снаружи болтаются. А, мне инструмент нужно найти. Чтобы глазки не было. Ну-у-у, я специально это случилось, мне правда. Кстати, я это... Я тут подумал... У меня такая оригинальная идея возникла. Ммм... Я могу за донат делать воздушные поцелуи. Ой, такая оригинальная идея. Прок нигде не видел вот серьезного. если это не знаю я могу из бесплатно я не буду счастлива блин надеюсь это не надо так хорошо вот как я он любит этот поддерживающий слушай здесь был ящик с инструментами но почему то я не смог его открыть вот ящик с инструментами окей дайте мне его открыть так а может быть я футер вот с этой задержки хорошо что у меня хорошее воображение я могу представить примерно что это ящик с инструментами что там вообще происходит ну что здесь ничего не получается мне нужен какой то умный инструмент а вот как он выглядит ща ща мы найдем его быстренько давай вот хватит этих сложных приколов где вот эти монстры выпрыгивающие твичерские буфера душу мою радуют так мне кажется нужно побыстрее искать умный инструмент потому что ну тратить меня амнезии там сразу страшно а тут вот надо что блин надо было overlay выключить меня там сейчас стимовский эти всплывает еще нервирует так хорошо хорошо ну слушай я тут кроме сапога ничего найти не могу а что тебе еще нужно мне нужен какой то умный инструмент только сапоги валяется ну халявные сапоги в принципе тоже неплохо ну человек пишет знаешь что у тебя темно а у другого вообще даже лампочка поднести нет очень грустно спрашивает стоит брать игру или нет тут только что что то в окно мне ломанулась я аж так вздрогнул по моему что стоит брать да определенно ты знаешь что у тебя кстати тормозит все или жалуются вот можно смотреть все дела да блин да сейчас сейчас что-нибудь придумаем может качество смените там у себя на твиче на какой-нибудь там неохота перезагружать все за горят даже на мобильном иногда тормозит вот это да да мобильные качества это вообще два с половиной пить себя размаливать пусть ты понимаешь нет я пойду спать поплеть нереально всем пока теряешь ты людей уменьшит битрейт что ли окей сейчас попробуем пацаны его посовет что-нибудь что нам делать так пробую вот так но видимо нужно это по-моему страшнее чем игра все ребят я включил заново прошу прощения еще раз я уменьшил битрейт в два раза так что если там будет пиксели нужно лучше так чем лагина да конечно я сейчас буду кричать но не понимаешь сложная сложная ну не понимаю тебе надо тебе надо тоже кстати стримить и что да она стримила слушай ну мне нужна какая-то желтая фигня но я не могу ее найти в этой темной комнате потому что здесь ничего не видно вообще я все понимаю как тебе помочь морально поддержать вот ура да он ты найдешь желтую фигню я тебе говорю тут сейчас еще кто нибудь придет и стык 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 я я нашел кажется где свет включить да откройся ты не нифига не включается воздушный поцелуй за донат у меня тошнник тебя давал а я пошел это вот что пишут хейперы хейперс гонных хейп что я не обещал действительноaurais а как так можно понимаете что кариночка что таун это-мк иск поколение топовые стримеры кариночка топовый контент так погоди ты кого сюда рекламировать решал тебя как бы скорее вы сравните то знаете что показать очень высокий ну ладно окей хорошо ты не доверяешь вот я вообще-то на рекламе чувствую я не я не против я доверяюсь а потом если меня запретят стремить кстати скажи это все влад интересный факт у нас в моем вузе на рекламе учился сейбук может кому-то интересно я был на первом курсе был на пятом час уже ушел слушая может позовем его как-нибудь в стрим он придется с индука нет не будешь почему думаешь он настолько зазвизделся мне кажется дел просто ну как бы понимаешь человек у которого полтора миллиона просмотров на ютубе на каждом видосике пойдет он там стрим 150 просмотров а если пойдет то за какие деньги придется весь бюджет изделия мне кажется хотели его вуз заманить чтобы он там первокусников подбогрел вот не знаю получилось у меня здесь есть только долбаные сапоги стулья какие-то табуретки и коробки как я должен даур бросай стул в окно там если серьезно лучше серьезно попробуй бросить может окно разобьется где вы были до этого я думал это бронированное окно но все побежал видимо здесь не знаете я там чувствовал себя в безопасности хотя бы а тут но это не нужно доброй ночи рад вас видеть мне эта лампа светит в лицо я ничего не вижу там какие-то шаги были когда-то будет не бойся я услышал как с ним взблотнули мне я не путаю в этом году наверняка тебя просто такой вывлекает и не продолжают убить свои книжки в искусстве в муку н как можно ухо я с ним сел в инстаграме хотя у меня в принципе у любого то есть у кого то есть у вас не особо так ладно да я понимаю так как в амнезии короче я тут буду еще ходить минут 20 пока даже нет какими на 20 часа два еще пока у меня кто-нибудь встретиться так что я вообще не да 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 здесь решетка я просто слушать это сглотываешь ты кого обмануть пытаюсь это замки дурацкий так ладно хорошо бы игру чуть тише пишет те ваши любимые ты можешь делать и пища отдела я не слышно сделал уже не лагает все я теперь понял вычислил оптимальные настройки оба синдук это которая значила но еще очень классно то есть преподаватели там про него рассказывать не фамилия кстати достаточно забавная чем я не помню сейчас она смешная такая такая и сын бы нет нет там такая знаешь типичная российская фамилия не смешно поэтому на ней как его зовут вообще дмитрий на точно я часто не смотрю чтобы знать я тут тут кто-то пробок пришел себе замечали что стрим по долгам ничего исправили пробу долго не замечали что что мне это глюки начались видимо вот знаешь от начале стрима ты выпил там какие-то марки видимо только вот приходят наверно все из-за этого это же не знаю я правильно или нет эти роботы они немножко робот сделал бум я могу их трогать уху не буферит вот хорошо что нибудь что не буферит то хорошо влад ты будешь когда-нибудь стареть может быть когда-нибудь лет 30 ночи напомним или 2 на самом деле знаешь как неудобно то что выглядишь как школьник паспорт с собой носить постоянно что что-нибудь что-нибудь что-то тут стоял робот куда он делся мне 19 ну как будто 17 у меня женщине 17 на вид как будто 13 не скажи что ты минус но вот такой так ну чё в азии вообще там до 30 не поймешь сколько лет нет даже какой-то 30 до 60 наверно не поймешь сколько лет не знаешь так ты в состоянии совсем младенчество потом это молодость и там же совсем старость и вот буквально наверно за день меняется состояние да 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 и вот тебе надо купить и что не я не ходил какой-то роботом как растение тут все обросло им везучий влад мне 24 на вид 40 ну да как тут не очень так быстро стареть тебя в принципе для мужчины нормального для женщины убить на 40 игорь пошел карточный дом строить то что новый сезон вышел нет пропустим так давай-ка я это открывайся блин там кто-то свет потушил вот ивангая тоже знаете вот 20 лет а выглядит он на 14 так что не на ивангай почти долларовый меня миллионеру не полон сколько же он заработал то 500 500 тысяч долларов он заработал за свою жизнь на сколько и читал то есть неплохо да так все тысяч долларов да вот ты бы хотел себе 500 тысяч долларов знаешь да если мне сказали пойди туда и вот на подводную станцию с какими странными роботами за 500 тысяч долларов я бы еще подумал на самом деле знаешь все 30 миллионов рублей или сколько там то есть за 30 миллионов рублей на подводной станции ну как так все чуть мне током долбанул знаешь не очень приятно кажется в смысле кажется должен длиться герои и точно знать да то что же точно было неприятно и слушать все темно и где мой фонарик куда я должен идти ладно пойду на свет пока вот красный фонарик и они как взглядно-посадочная полоса зима мне туда надо знаешь я боюсь что я вот так буду идти 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 упрость в кого-нибудь будет очень мило пока я сделаю чуть посветлее а что ты не видел никого тут ребята я прошу прощения это может нарушить какую-то атмосферу но я реально ничего не вижу а уже в этот момент тем более пишут тебе даур подумай скажи как бы ты себя вел если правильно оказался на такой станции но мне кажется он вел бы себя так же как идет сейчас почему-то не так то есть купил бы там с разбитием окна там сейчас мечтать хиндауру чья тень сзади тебя за провокационный вопрос мне кажется что что чья тень сзади тебя вот это не знаю в игре у меня в комнате сейчас один светильник этот он бьет мне в глаза но по-другому не получается потому что иначе меня будет не видно у меня монитор ну точнее монитор у меня светит нормально а вот вебка принимает не очень нормально поэтому мне приходится так чё-то сложный прикол мне туда или нет я вот толком монитор ну да и иди когда нибудь а если кого-нибудь и прожить ступенька то есть этот забор на калитка какая-то я просто не вижу вдруг я могу перепрыгнуть сбоку а за темноты не вижу ну ладно с этим тут человек пишет ребята у меня появилась безумная идея для gta 6 если это будет носить я думаю вот что хотел сказать что если gta 6 будет васить вот чё хотел сказать что из такой паблик клик там сделали стрелы влад стой 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 влад пожалуйста пожалуйста погоди я должен слышать тебе страшно там что-то происходит в тим я наоборот стараюсь что тебе страшно все продолжай если вы сити то в общем есть такой паблик клик и там сделали трейлер ну фейковый естественно третью сезона 3 детектива в стиле вай сити то есть там в майами музыка в семидесятых у них кучу сейчас то есть можете посмотреть кому это интересно естественно скорее всего третий сезон будет не таким но вообще я слышал что gta 6 там они хотят сделать как-то декрю то есть чуть ли не всю америку в уменьшенном масштабе это что шаги чьи-то на самом деле да потому что идти надо как-то вперед вот три героя что дальше огромный бюджет там мне кажется на следующий грамм до 300 400 рублей блин и так что то капает или или кто то топает а капает это масло боятся ничего вот я нашел этот умнитол наконец то даур возьми у меня инструменты и вернись в начале герстика был спойт ага да и там меня еще кто нибудь ждать ой пишет пипой вайсити это же топчик да кстати согласен вайсити одна из самых атмосферных вообще гка то есть безумно мне нравится наизусть я просто знал как свой город родной меньше всего мне нравится третье и четвертое потому что не знаешь такие не знаю как объяснить для меня очень почему ты не любишь нью-йорк я люблю нью-йорк я вот даже прошел liberty city stories вот недавно вышел на вес в принципе забавно но вот как то ну недостаточно весел для меня у гта 4 было порядка там 120-150 миссис какое-то безумное количество они были все очень скучные такие знаешь нудные там чтобы найти что-то веселое ну бывало в катсценках но в целом третья четвертая она была очень затянутая в эпизодах это исправили но оригинальная игра но проходить перепроходить ее это очень тяжело а вот в пятый все сделали как надо то есть так узнаешь голевичок 80-х очень классный очень местный впервые прям вот гта классный сюжет по поводу Сан-Андреас тоже вот я считаю что она очень длинная и самое начало в Лос-Сантосе он ну ну такое Слушай, здесь какой-то механический чужой лазит по вентиляции это меня ээээ немножко пугает припись Ну как немножко даур сказал что утеревает рпг а ты Владик я на самом деле очень люблю рпг единственно только вот fallout 4 последнего меня доставил очень много неудобств то есть это ужасная игра из любимого у меня тесс особо дорого выдать он ведьмачок естественно 1 3 чуть меньше не выдачу я недавно я начал играть в коопе дивинити до 9 классно я играл мне понравилось но только потому что это было в коопе наверно потому что в одиночку я бы не стал в такой играть если мне почему то в одиночку масса эффект тоже классно да первый второй я заслужил третий чуть похуже но все хорошо я кажется заблудился я в принципе знаете фонарь рпг хороших очень большой вот когда играл в инквизицию я дыбал инквизиция на самом деле не очень да вот бла 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 но оказалось что на самом деле позиция была неплохая вот палат 4 тренировать просто полнейший дерьмо я не знаю как у разработчиков теста вышла такая парашка простите вот я так считаю упс я сюда не заходил кажется но здесь какой-то робот висит пола 4 я наиграл около пяти часов на пират и даже не стараюсь я пожаловать с вами это очень я на самом деле считаю что life and стричь девочками даже лучше чем палат 4 слушай ну ты прям вообще ну вот да ты явно учишься на маркетинге рекламу ты сейчас разведешься с такой шумиху ну вот понимаешь вот life и стричь это такое ну ты понимаешь на уровне таком довольно низком а если палат 4 даже еще ниже то вы понимаете какой палат 4 вот есть же наверняка там сейчас фанаты 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 4 4 таких не встречал блин я опять сюда пришел только вот как если так значит мне как вам трейлер охотников за поведением вот как те премьерах я не люблю эту актрису единственный фильм который мне с ней понравился но не 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 за ее счет а за счет этой сандры буллок это копы в юбках а вот как там было идентики тыф как там на русском был этот фильм как он назывался где короче она у чувака стырила его личность и ну короче не люблю эту актрису а все остальные они какие-то то чтобы странные они толстые белые феминистка толстые черные феминистки чуть и не нравится зато там красивый актер который играет секретаря как он господи не помню тора тора играл на к крис какой-то вы поняли пацаны да да ну вот такую прям ход пусть понимаешь вот это вот сексуальная объективация вот мужчина красивый такой что женщина я женщин некрасивый помог дискриминации у к этому двое открыл ящик для чипов отлично вставляй чип так управляющий чип ну мне кажется охотники никогда не были форумы скорее там чистое комедии ну да разумеется почему то но они не не вытянуть мне кажется так как это сделали прошлое мне кажется это будет говно уровне знаешь фото сечкой четверки значит я не смотрел я тебе не рекомендую но мне рассказали приблизительно что там происходит что там все болтовня болтовня и в самом конце приходит так мне в эту сторону да ты просто рейтингами до критика в районе 10 100 ну прям совсем плохо прошу почему влада когда смеется в критика в том что у меня ноутбук вы понимаете я смеюсь там живут визит а вот единственное что я хорошо запоминаю местность по которой бегаю и то есть я всегда помню куда им куда мне идти так что это меня спасает подобных играх вау вот я и оказался под водой короче да меня сюда привезли это точно что апсилон апсилон называется станция я прям вспоминаю начало первого бешок где-то идешь по этим трубам они правда протекали целехонько относится к не так так 3 не спойлер и случая это а не кинетка да 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 какие-то диалоги ну я не очень понимаю видимо там нужно знаешь хорошо погрузиться в игры с прям таким фаркорным сюжетом мне кажется на стриме сложно играть потому что не просто так нужно говорить то есть ничего я постараюсь первый биошок ванглав да первый биошок класса ну в принципе я думаю что вот на этом этапе я еще не должен полностью понимать сюжет потому что но рано еще как-то я знаю мне ваня рассказывал что тут все как прежде словно и не было здесь армагеддона ты ваня так сказал я обращал просто с картинки тут на брестной швали так мог сказать так тут какая-то схема есть всякие рыбки они вернулись все в чернамгелии теперь бедные рыбы аналоги заходу в биошоке слушаем давай-ка я сейчас угадаю на земле случилась ядерная война и только те кто на этой станции был выжили не на это я так пошутил конечно я думаю что все таки фрикшнл геймс что-то поглубже придумали не такой параш который я сейчас произнес я помню я когда смотрел фильм багровый пик я просто угадывал каждый момент кричал на весь у меня так смотрели просто ужасно так багровый пик это где играет локи да сместитель все-все по гильермо дельторо и любимую девочка кости которая лиса мимо сисковский и еще любимая девочка кости не помню он еще он перстил лари на все это женщина-кошка которая была нет другая которые сестру играет вот чест-честный да даур ты почти прав на зеленая война это было понятно по записке в принципе тут как бы я не я увидел свои руки кажется там было темно я не очень понял что вам всем так не понравился трейлера на самом деле дело даже не в том что там эти женщины жирные делал как они выглядят на самом деле но зачем нужно было это делать типа смотрел трейлер там где-то шутки совсем идиотские да 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 вот именно то есть не тащат они своей харизмой они не харизматичны они клоуничают больше чем ну вот да ими проекту первые охотники были совсем другие и значит у них выйдет там этот сигаре не вывер моя любимая еще со времен чужого так сказал я тогда еще не родился бабы жирные от в принципе я я не могу так говорить потому что с основной аудитории это пацаны а если жирные бабы нас исполит 2 с половиной человек блин а зачем в россии делают ремейк с этих хитов они еще хуже больше чем охотники там хоть как-то стараются ремейк с этих хитов все просто ужасно учет двигается кажется какая-то механическая змея вот да у меня такой вопрос а смог бы ты ради денег снять вообще полную говнющей но ты получил бы за это очень много снять да или я мог бы без денег это снять предприятия скидка в киеве и когда лексусу с не последний раз кубе на самом деле я бы постарался очень но у меня есть так сценария всеми но я думаю что это больше подходит к компьютерным играм чем фильм не дотрагивайтесь до протекшего структурного гелия не могу определить его воздействие на него о проблеме сообщ но понятно что кушать хотят все но все таки но как сказать от того насколько хорошо ты сыграешь фильме как бы ты же не потратишь больше сил ты просто ну даже не знаю слушай ты можешь как за ластов вас там когда там заставляли там по 10 раз дубли переделают там по 15 а можешь там снял за пару раз и все то есть я смотрел мэки подъемность там рассказывали как как он плакал и все не очень хорошо плакал трейдер как плачь 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 там по моему пусть прям очень много людей на путь не думаю что он расстрелы все равно вы темно почему у оригинально дочку лучше российский автор гоняя я нас так ну ты скажешь бумага как вам как вам лета в роли джокера я думаю что хуже ремейк кавказской пленцы или фантастической 4 это год но нету года прошлого но все равно даже знаешь какой-то такой прям вопрос провокации между двумя стульями выбирать но ремейк просто ужасен чудо тут написали что мы просили открыть бекер что он сильно умиграем поплаты на листа нас вот таких сценаристов нету то есть люди как воспринимают сценарий достичь помощь так он не звучит уговорил денис прозвучку манка что там актером так он хочет он не опирается на оригинальный сценарий не получается ну понимаешь от актера должны требовать чтобы он делал так как надо вот я не знаю я никогда в жизни арана пола и этого как я зовут во все тяжкие которые играл сахар уму участка на сервисе хрик выяснили в комнате на участке нахер и губи а самая милая то дело о а я думаю что я это все равно как а я думаю пишите мне как разница в мгновении а вот и не нужно сша в интернете суббуком а саппыск в 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 именно Нет, нет, нет. На самом деле, без шорков даже мы бы страшно были. Мне кажется. А, все. Вот, я никогда, ну, нигде не видел ни Аарона Пола, ни... Как его зовут? Брайана Крэнстона, вот. То есть, они где-то снимались, где-то играли, но не так круто играли, как они смогли это сделать в сериале «Во все тяжкие». И эта заслуга все-таки не их, потому что, ну, как бы, Аарон Пол не такой хороший, да, актер, чтобы прям выдавать такую прям крутую игру, внушительную. Но там Винс Киллиган все-таки из него выжил то, что надо было. Нужны эмоции, нужны чувства. Say my name. Ну, и знаешь, и актеры, где хороши, хороши везде, как Кевин Спейси, который в карточном домике у него стали. Крутой. У него как-то это и так получается. Хотя мы же там и ему объясняли роль, но мне кажется, не знаю, почему-то он очень подходит для такой мне роли. Даже в Коловите сделали второго Кевина Спейси с карточном. Настолько удачный путь. Блин, я думал, допрыгнули я туда. Упс. Былая игра по охоте другу-праведению, которому классно записывал. Слушай, нет? На Денди, которая была? Нет, нет, примерно. А, не видел. С 2008-го, если не ошибаюсь, что-то такое было. Может, меня поправят, то есть кто там, не знаю, ключ? Кто-то явно меня ищет. Жди, ну, наверное, звук услышал. Беги, Форест, беги, видимо. Видимо, плохо. Даур, беги. А куда бежать? Ну, не знаю. Весь просто беги. Тут компьютеры все отключились. Ща он зайдет за угол, я побегу. Реан Форест. А тут приключового оружия нет, да, такие-то нет? Пока. Не, оружие вообще в играх Фрикшнл Геймс, по-моему, встречалось только в Пенумри. Это была какая-то кирка. Сначала молоток, потом кирка или кирка, как вам это называется. Я шпарил гад. Как-то, да. Так, ну я с вами был от него. В принципе, это было несложно, но я бы очень не хотел, чтобы он поднялся по этой лестнице потом. Даур, усики что-то отращивали. Мы же пошутили, какой раз, но, ребят, ну хватит. Уметься. Да не, ну вдруг это, вдруг это шутка будет. А, вот я вижу свою руку. Мне ноги не почему-то накрашены белок. Да я этот, ну вы извините, конечно, но просто... У меня лень была сейчас. Фрица, стричься. По поводу, я так понял, охотниками заповедениями, Катя наш написал, что делали те же разработчики, которые ответственны за BloodRayne. Которые что? Ответственны за BloodRayne. А-а-а. Все у тебя про BloodRayne, Катя. Нельзя же так. Я вот думаю, знаешь, чтобы Катя отомстить, если она сделала что-нибудь плохое, можно просто посадить на стол и заставить ее смотреть фильм BloodRayne. Второй и третий. Да. И пародии. Да. Не, ну... Ну это слишком же штука. Вот и крайне, кто спрашивает, кто смотрел, был Андрейна, кто бы был. Так, нужно запомнить. Значит, я, наверное, на заводе, раз Shuttle Station обледена. Так, мне нужно пробежать сюда-сюда-сюда, по лестницам. Центр связи. Ага, значит, левая лестница. Окей. Блин. Даур, когда потребуется включить электричество, знаешь, что будет способ это сделать, не буду пробовать. Не знаю, почему это будет. Ты говоришь, у Кейта все про BloodRayne, а у тебя пишут, что все про лад. Ой, все. Но, на самом деле, не все. Слушай, я помню, как в геймплейном трейлере чувак вот здесь прятался от робота, значит, м-м-м-м-м. Слушай, он мертв, он мертв, он мертв. Слушай, я, кажется, могу читать их мыслью, что ли, или... Я, кажется, могу читать их мыслью, что ли, или... Ты не рисуешь, что ли, с головой? Все в порядке. Мы сходили наши беды, как мы возможности. Так, это все. Нужно силы, чтобы уходить Pathos 2, до следующего Апокалипса. Мы готовы, чтобы идти. Я реально надеюсь, что мы не разговаривали ничего. Я не хочу, чтобы сюда снова вернуться. Расслабься, уже закончилось. Мы идем к Стейна. Все, пошли обсуждать Blood Reign. Blood Reign. Да. Я не играл, я только в историю серии смотрел. Там Кейт за фильмом поясняет тебе. А-а-а. Alone in the Dark тоже было? Есть фильм Alone in the Dark? Я просто рекомендую. Знаешь? Мало ничего нет. Я, кажется, что-то помню. Есть какой-то фильм. Но, кажется, он вообще никакого отношения к играм не имеет. Хотя я первую игру не осилил. Там я монстр возле лестницы убивал где-то в начале. Я не смогу его пройти. Я единственное, что помню за Alone in the Dark прям хорошо. Это заглавную тему, которую писал тот же композитор, который создался Фреддеримом Бормит. То есть такая очень классная, там, по-моему, хор хор хорватский. Какой-то такой использовался. Это было очень классно. А еще была миссия безумная, когда ты едешь на такси, и под тобой Нью-Йорк рушится, и она была очень достовующе. Мерзкая. Ужасная. Вот. Почти как гоночка в мафии. А, да, это было там, где от первого лица был, да, Alone in the Dark? Ну, самый последний. Ну, помню, так называлось просто Лонни-Дарк. Такси, я не помню, что это было. Лучше, понимаешь? Читая. Угу. Читая, пускай. Ипостел снимал на Фаркайну. Про постул Фаркайта я знаю. Это кто, увебал? Да. Постул мне даже вдруг решить, посмотрю. Нечка. Записывай ID работник в это пароли, и они не записываются тебя нигде. Понял, да, вот. Что, что? ID работников записывай на карточку. Это пароли. В смысле, на бумагу? Да, они у тебя не записываются. О, это прикольно. Я люблю такое делать. Так надо было в Нэнси Дрю все записывать самому. Я просто привык, что в современных играх как-то, знаешь, особо вот этому внимания не уделяется. Сейчас посмотрим, Карл. Это вот, например, в этом мне нравилось то, что Муравинди. Ты знаешь, там не было такой отметки, как с Каримили об Ливен? Ты читал по дневнику там, куда идти? Сам должен был допереть. Пусть было классно. А когда у тебя отметочка на карте, ну это как-то совсем уныло, ты прям даже на дороге не смотришь. Просто идешь к этой отметке. Прям скучно-скучно. Скучно-скучно. Хоть отключаю число. Так, у меня особо не входило. Хуже гоночки из Мэффи, не надо ничего, даже вертолетик из ГТА. Кстати, вертолетик из ГТА очень легко проходится на консолях, очень легко проходится на айпэдах, телефонах и проще. Только на компьютере там такая проблема. Ладно, я сделаю вид, что я запомнил. 0722 и 0735, так что. Даур, вернись в первую комнату справа, спустись в виде сборочной линии и поговори с роботом. Да, я знаю, да, и вот я сюда сейчас хотел пути, я просто пошел. О, я помню этого робота из трейлера. Вот, кстати, замор, замор, не пояснить хочу, чем мне он так нравится, то что, если в Скориме, это такой классический, знаешь, нардический сеттинг, и во время там, в принципе, ничего необычного. Вот этот уровень, это очень классно получилось, то есть, те летающие огромные жуки, архитектура, культуры. Вот это все очень было необычной для этого, и это она цепляет. Надеюсь, следующий тест тоже будет в таком необычном месте. Слушай, тут чувак, робот какой-то, вот, выползший из стены. Он говорит, что он и есть Карл, короче. Чья идея нашел там, на трупе? Я понял, короче, они мозги пересаживали, наверное, в роботов. В общем, сказали, что есть способ его не убивать, как-то, видимо, есть способ убить, и видимо, есть способ убивать. Зависит от твоей гуманности. Ща посмотрим. Ты реально? Я прямо здесь. Видишь, вы? Посмотри на мои руки. Эй, брат. Окей, 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 я просто... Я просто буду... Я не вижу, я не вижу, я вижу эту сцену, робот говорит. Я не вижу, что ты смотрел. Что ты смотрел? Я здесь. Видишь? Блин, прикинь. Я просто не ожидал, что ты выглядишь так. Ты реально не смотрел на появления, ты знаешь? Он, короче, не понимает, что он робот. Я не знаю. Блокировался довольно плохо. Говорят, что не мозги, а именно воспоминания, когда ты снимаешься. Я был в логике, чтобы романтируйся на УАС. Универсальный альптор. Ты знаешь, робот, как такие вещи, но мягче. В общем, я просто... Я был королем Рунета, а сейчас король Рунета и Вангай. Стало еще хуже. Ты был в ромоте контролемого робота. Мы делали это все время. Роботы слишком много способов, чтобы бороться с некоторыми вещами. Интуиция не будет в других ребятах, ты знаешь? Может, ты тоже был роботом? В какой-то момент? В какой-то момент был очень сильно ловит его, но... Я видел свои руки, я не робот, так что... Все окей. Ребята, спасибо за стрим, но у меня уже 7 экран. 7 экран-то да. Я думаю, что ты может быть вреден в робота. Я говорю тебе, что ты очищаешься. Я прямо здесь. Я вижу двое мои ноги, двое мои ноги. Когда ты обрабатываешь все свои руки и ноги, тебе нужно перебравить в окружение и сейчас там как-то переконить. Я не знаю, что-то страшно, что-то страшно. Пойдем к нам. Слушай, он что-то реально... Он даже видит свои руки и ноги. Возьмите кого-то, чтобы помогать. То есть человеческие, да, руки и ноги? Да, он говорит, что он видит свои руки и ноги. Что типа, ты мол, ну, короче, принимает нас за идиота. Слушай, а может ты тоже робот? В таком случае, может тебе тоже кажется, что ты руки и ноги? Да. Ну, не знаю. Сюжетный твист такой, бац, а ты робот. Класс. А человечество уже нет. Что типа мне тогда операцию сделали в самом начале? Ну, в принципе, может быть. Но, не факт. Но если Дауру понравился идея с Карлом, то неожиданно стоприятный будет на густо. Видимо, это намек, что он не так. Ты вырубил свет. Да, да, слушай, я угадал, пишет, как же Дауру сейчас заглушается. Да, я смотрел на свои руки, я же не... Да, понятно, что же робот, но это... Ну вот, все проспоймировано. Это можно было догадаться. Я прощаюсь, я думаю, что я не забыл правильный ловер. Не смейся, просто... Дай мне доктора. Ты его убил. Нет, нет, он хочет врача. Просит врача. Он не обиделся на меня за то, что я потянул ниц. Вот этот рычаг. А, вот. Нет. Включаем. Тут может какой-то ремонтный терминал будет? Нет. Это говорит, что-то на уровне твистов в багровом пике, когда ты догадываешься с самого начала. Ты понимаешь все. Что мы все знаем? А, вот. Он убил. Убил систему, айди, можно. Говорят, что ты его убил. А, 07, как это был? Что поделать? Царствие ему небесное. На уровне твистов. Так, статус. Фига себе, 2104 год сейчас. О-о-о-о. Так, еще был 07,35. Даур, мой бог, как Кордима, случай. То есть, Кордима сравнивает. Почему? Не знаю. Ну, после, знаешь, смешного ролика у нас, видят. Ничего, что-то какое-то компонент. Вот. Какой, какой ролик? Ну, который промо-ролик с Кодима. Так, ну, что-то ничего особенного. А, может, это разное? Слушай, а когда действия The Sex and the Revolution приходили? В 25-м году, в 28-м, твист? А я не играл. Не играл? Я просто так задумался, мне кажется, там такое будущее через, как получается, лет 10. А, вот, это разные компьютеры, походу. Так, автоматизация, вовчих эзер. Что вы думаете, что у нас будет через 10 лет, мне кажется, просто новый iPhone. Кибернетический. И еще более глючный Skype. Да. Так, что-то еще больше. Ага. Включите одну из выделенных секций, чтобы направить энергию в центр связи. Так, вот тут лежит робот, а вот тут, не знаю, что это там, кажется, еще не было. Или было. Достаточно легкий. Воскреское помещение я включил, фабрика. Регулятор потока включен. Слушай, Довар, а ты по образованию технаре или гуманитарь? Я сначала в программировании учился, а потом в режиссоре. Ой, слушай, как ты прям кардинально поменял. Да. Правильная деятельность. Так, еще вроде была нам симпатичка. Через 10 лет будут видеть, что я так условно сказал, что здесь лет будет новая колда. Ну это да. Очередная. Я здесь искать. Чифр. Бренд, пашут у них. Так, я сейчас... Реально Кодзима. Кстати, ты реально на Кодзиму похожа. Окей, я не знаю, почему ты не похожа. Сколько заплатили Кодзиме, лучше вам не знаю. За что? За то, что Кодзима сидит с нами. Ага, вот эту дверцу я открыл. Все, разрулим. Слушай, я тут к каждому куску железа подхожу и проникаю в его разум. Вот знаешь, что пишут, через 10 лет будет Final Fantasy 17. Я сейчас не знаю, как он сейчас Final Fantasy. То есть их столько, что... Не даже сейчас не помню. Слушай, что там сэринский? Слушай, тут походу что-то произошло на станции, знаешь? Мне кажется, тут кто-то с ума зашел. Он начал кого-то убивать. Наверное... С кого-то сделали робота. Я начал всех убивать. Даур, чтобы не убить робота, нужно вырубить электричество в той комнате, где ты находишься. Тогда придет злой робот, прячется с него, можно добраться в конец коридора и выключить другой включатель, оставив доброго робота живым. Так понимаю, если его бить, то проблем не будет, а если оставить живых, то за тобой будет бегать со злобным роботом и бла-бла-бла-бла. В общем, короче, лучше его. Ну... Я, в принципе, не против его не убивать. Да. С другой стороны за мной крутит робот. Ты опять же два стула, знаешь? С одной стороны морали вот этого поставить живых. С другой стороны. Злой робот. Так, ну давай сначала пойду туда, где открылось что-то. А, я включил какую-то вентиляцию, что ли, или какую-то такую штуку. Теперь должно что-то там работать, что раньше не работало, видимо. Но нет, нифига. Так, дай-ка я вспомню по схеме. Значит, вот там. Вот там был выключатель электричества. Вот здесь, да. Ага. Так. Образили систему придется, вернемся этот рычаг. Чем-то назад уже не будет делать, только при крайней необходимости. Да ладно, и так-то идет. Сейчас. А где рычаг-то? А. Ты пишет, при крайней необходимости ты дергай, как захочешь. Да ладно, я-то знаю, где прятаться. Это, конечно, все равно страшно, но... Скажите, пожалуйста, Хидео, что вы думаете по нам? Скажи, мрази, выгнали меня с тобой. Я там пилил бабло нормально. Они все спалили и выгнали с тобой. Да, он определено сюда идет. Да ладно, этот момент я помню тоже был. Если все это было в трейлере, зачем он все реально смотрит трейлеры? Если там все наступит деталь. Я надеюсь, он меня не почувствует вот каким-то, ну не знаю, там неведомым способом. А, не, он сюда даже не зашел, смотри. Там, чтобы двигаться, по-моему. Он светит своим фонериком. Блин, как они у вас прятаются? Там есть коробки? Слушай, он даже... Он даже ускоряется. Хидео не отвечает, потому что он в японском городе. Слушай, знаешь, на что это похоже? Блин, в игре вор, там была такая каста... Каста, в каком был? В втором. Там была каста этих. Блин, куда мне пройти надо? Я забыл, я забыл, я забыл. Щи-щи-щи-щи-щи-щи. Ага, там была каста этих... Блин, не механистов. А, да, механистов. И у них тоже были такие, вот такие же чудики, которые работали на пару. Но там их можно было убить. Хидео пишет опять за своим вором. Ведь второй вор реально классный. И в третьем были проблемы из-за нового двигла. Который, по-моему, был... Да нет, сейчас-то нормально уж. В сейчас втором, ну, понимаешь, как бы очень такой требовательный движок. Мало места было на третьем воре. То есть, красивый графон, но маленькие локации. Такая проблема была. Слушай, я вспомнить не могу, куда мне надо было пойти. Я вот сейчас отключил электричество, но мне нужно наверх. По той лестнице или... Попасть наверх, да. Пишет, нужно наверх. Слушай, если побегу, я успею. Хотя он вроде умеет быстро ходить. Не, не хочу рисковать. Что-то как-то... Да сейчас свалит. Ой. У геймеров тоже были паровые роботы. Куда? Даур перенаправь через компьютер электричество. Через компьютер? А, вот отсюда, да? Блин, это еще нужно зайти под... Под логином. Так, 07222. Окей. Окей. Управление питанием. Да, центр связи. Отлично. Блин, выйти. Выйти, выйти, выйти. Сейчас у меня 2% зарядки осталось на логике. Я подключу. Так, я надеюсь, я успел спрятаться. Нет, идёт, пожалуйста, только не сюда. А у тебя зарядка? Блин, кажется, он сюда идёт. Хорошо, что здесь окно разбито. Я прилягу, думаю, никто не против. Не так удобнее. Всё-таки ты до урла, нужно сидеть, вот это играть. Но я как боярин, ну да, просто читать. Чё? Так, он вроде в окно не лезет. Или лезет? Не, вроде не лезет. Ребят, почему Undertale хороша? Это которые RPG? Я не уверен. Нас 175 человек уже по Москве. Полвторого, еще Владик прилёг. Да, немножко. Лампу. Давайте домашняя атмосфера, я прилёг вот. Это доверие. Чё-то он такой робот-подозревший. Привака. Он явно вот знает, что... Что я где-то здесь. Бай-бай. Да, я успел. Он там на полу лежит? Нет, я лежу на диване. Само-то. Так. А сколько нас людей смотрит? Я просто... Я хочу знать, перед сколькими я позорюсь. Су-7-6, это не так страшно. Спасибо, ребят, что вы поддерживаете меня тут. Так, связь с Лумар прервана. Я же боюсь, вот как бы ты без поддержки был. Вообще бы потерялся. Лампу-то 22, но... Ой. 22, но... 23. Регулировка. А, я должен искать сигнал? Су-па. Ха-ха. Эта мини-гран, напоминаю, знаешь, как в Бэтмене было? Господи. Когда ты настраиваешь эту связь, должен крутить стиками. А-а... это появилась четко именно связь вот это очень похоже на связи я надеюсь что у вас есть ответы я наверное не знаю, что вы хотите что это место? что это место? как я пришел сюда? и почему роботы говорят как их люди? ну, ты в Абсалоне, очевидно ты никогда не был там раньше? где ты работал? Гримуар в Торонто, это действительно важно? нет, я имею в виду, где ты работал эти две? я не знаю, что это это не ожидается я так понимаю, это про Undertale и просто в Undertale не играл, но слышно много хорошие если вы объясните почему-то вы классные, мы в ней поиграем так что давайте ребят во 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 во, это тот робот угломится значит, Лис это такой говнозблёв ну не знаю, я бы не сказал, что Лис это полный говнозблёв скорее скорее Лис это такая рядовая игрушка за 500 рублей то есть это довольно немного для современных игр которые почему-то одни ее очень сильно хейтят другие очень сильно превозносят из этого возникает диссонанс что сложно понять вообще какая она на самом деле life is strange да но кстати ее мне ее тоже подарили и я тоже хочу пройти ну я прошел, как сказать без особых натягов то есть не скажу что она вот реально противная за 500 рублей это неплохая игра при современных ценах там по две тысячи там на игре ну естественно то есть там никакой гениальности даже близко нет то есть это проходная история не самая плохая, но проходная некоторые там ищут сквитые смыслы какие-то глубокие там чуть ли не гениально игра года как было с хевереном ты понимаешь, да? прикинь короче мы оказывается робот он сейчас под водой это понял мы не задохнулись под водой и он понял что он робот я спалил это раньше вообще шесть ну ладно ничего страшного ну блин это еще начало игры ты представляешь он может потом опять поймет что он человек мало ли ох круто я только не пойму как плавать да урк включи фонарик ты можешь включить фонарик в воде сейчас он так с трудом плавает не, не могу пока включить ой все почему-то пишут спойлер неожиданный поворот как я сказал что он обратно крутится человек что-то странно что-то странно даур должен посмотреть в туалете в зеркало это самая крепота в игре даур не смотри в зеркало окей я не посмотри в зеркало а не надо вот даже думать фонарик как не ну я в смысле может он у него прямо из глаз светит а ты что подумал ну вилкой глаз или фонариком вот вот только не надо чтоб здесь сейчас под водой еще кто-то за мной какие-нибудь механические эти ежи 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 механические это прям сюрреализм вообще шутки тебе надо знаешь ээээ напроситься в студию айспек лодж и генерировать идеи то есть механические ежи там вот это все так вот слушай я тут могу кажется нажать на ничего не произойдет или произойдет ммм че-то нет ну воздух у меня не заканчивается так что в принципе я не волнуюсь ух ты да тут блин целый подводный мир я не удивляюсь что они так долго это делали ребята у колокола др кстати да у колокола др что что у колокола др вау че правда да да нарисуйте ему на стеночке что-нибудь прикольное я думаю он обрадуется да привет а это че за чуваки я их не видел раньше наконец-то не только не меня узнают но еще тебе даже так нет у механический ешич слушай погоди а там живой чувак в смысле человек Убилка Карла! Ах, черт! Круто, слегка, всё нормально. Ты можешь вернуть в Сета? Да. Смотрите, я на самом деле делаю злость. И я удачу вас с собой. Я не могу показать вам, что у нас были злость. Роботы против людей, может. Да. Давай-ка я угадаю. Ну, мне кажется, по крайней мере, что роботы начали пересаживать Роботы начали пересаживать мозги. может короче сейчас я догадаюсь блин это офигенно если такой тут сюжете а может есть робот есть людям и получает полу робот ну как бы а мне кажется людей уже нет знаешь почему короче люди взяли пересадили сознание человека в робота наверно и он вообще взбунтовался наверное и начал всех убивать вот и превращайте их тоже в роботов те кто убил все укладки и кто то здесь да уж и раскуситель твистов еще то то ли нет не увидал то ли ну почти даже не знаю сушен он на мне постоянно подать будет что ли где не убьет кажется у меня вырубает и потом такой ты еще здесь и тысячи плохой робот иначе хочу с тобой дружить я выключу фонарик и все это умереть нельзя тут просто я помню играл бен ту соус там тоже нельзя было умереть забавно то есть меня на пол какой-то призрак я ушел там пить чай чем-то заниматься пришел через 20 минут он там до сих пор не оконопать слушай я я убежал от этого дебила потому что он какой-то че жадничай что ты знаешь какие-то не самые страшные враги для хорроров которые просто телевышку выбрать ну знаешь когда я ожидал от него какой-то помощи или хотел ему помочь он взял мне врезал по башке и это как-то не очень приятно все таки я положим и врезал но мне просто молотка нет как же вот это братство роботов что брат за брат плата за плату да ух ты смотри вот я сейчас его освобожу и он тоже мне по башке даст тогда ему дамы и камнем умереть мощность и полная здоровье смотри я его освободил смотри он он не напал на меня а сейчас если он и пойдем за мной разберись вон с тем который злой приятно хочет собрать эту работу сделать мне турелька кстати это короче да у него даже пую напоминает робот из нью-вегаса кстати очень сильно он очень похож на же стройке такой был до я слышал что фрикшинал и они хотели сделать так чтобы вот типа но не всегда понимал этот робот враждебный или нет что нужно было бы немножко там подумать последить послушать что они говорят так что это это клево идея клевая тут не обещают бесплатную сенс испарила из fallout бесплатную это что такое ну смысле бесплатную кого ну в общем мире fallout а там была никола сенс испарила то есть но аналоги газировки а а все понял понял пишешь и не играл fallout что и ты вообще тоже я играл во второй но эта история знаешь какая веселая я короче ой он за мной ездить смотри давай я пойду к тому к тому роботу что он с ним сделать мне интересно я думаю что наш победит у нашего есть все-таки пушка но это была точная ссылочка на дну возможно кстати реально очень похоже а я играл во второй fallout и я его включил прошла заставка интро я прошел кажется вот до подземелья во-во-во-во-во вот иди сюда иди сюда давай а чё боишься иди сюда давай решил ко мне лезть а первый второй fallout прекрасно то есть у вас как-то все-таки не складывать с этим тактическим геймплеем вы можете поиграть не вегас там в принципе кривоватая боевочка ну очень сильно кривоватая но тем не менее там все хорошо с кистами все хорошо с миром то есть он логичен если к примеру в третьем fallout и в четвертом мир выглядит так как будто его разрушили то не знаю лет десять назад то не вегасе все туда логично там есть города поселения ты чувствуешь как будто знаешь ты не вышел прямо сейчас из убежищи вот это пока как будто люди уже адаптировались они там живут нормальные социумом государства свои все логично чем не нравится именно и 2 и 3 господи 2 не вегаса 3 4 прям д у меня просто голова не может воспринимать мне очень нелогично вот а я второй fallout прошел до подземелья тренировочные были гигантские муравьи и скорпионы в общем-то меня грохнули я вышел из игры поиграй мне вегас как говорится все попроще но это было это было значит в году в девяносто девятом наверно вот а потом где-то в 2007 я вспомнил что я вот эту игру нашел дискуссия дома и вспомнил что его там не смог пройти но думал я наверное был маленький тупой что не понимал и включил я прошел немножко дальше но мне все равно я вышел из игры я понял что рфг не для меня что-то пошаговое тем более там все суть именно в прекрасных квестах да поэтому я с удовольствием смотрю историю серии да и его души да вот там я от души понимаю что я пропустил тогда а грешит погибли для масс-эффект и всякие драгонейджи который больше не играл и не в то ни в другое я как-то скачал масс-эффект думал что он похож на дэш-пэйс примеру во втором масс-эффект по-моему одна из самых эпичных концов классе видеоигры да ладно да она такая прекрасная может даже на ютубе посмотреть она очень крутая она именно знаешь не сказать что на какая-то умная там гениальная она просто именно эпичная такая эпичная что вот даже для кино это было очень в третьем вот кстати и в первом первой части концовка крутая вот в третьей и застрой вот после такой крутой концовки второй части такая скучная третий это просто не стыдоба сран кем-то был кем-то стал это бы смеется что-то мастер все кто играл говорят что концовка второму светит тут да вот прям согласен сидящий все говорят что масс-эффект крутая серия но ну не знаю кто не смог я может первая часть просто была слишком первая немножко нудноватое в начале ну там если вторая прям совсем эпичный эпичных 1 если знаешь она больше основана на которой на первом и вот есть из отголоска по которой а вот вторая поменялась хотя который мне тоже безумно нравится первые нравится 2 чуть меньше потому что в нем есть проблемы именно технического характера у тебя пальчик заслуживает да да он тоже сует руки куда попало драган эйдж оригинс тоже просто прекрасен остальные драган эйджи не потяки потому что там она была такая знаете такая густая темная атмосфера остальные драган эйджи пошли по тропе красивую веселого цветастого 3 реально не то я помню даже был трейлер драган эйдж оригинс под мэнсона такой прям суровый эпичный крутой то есть 2 инквизиция они нравятся но нет не то это наш на безрыбье и в инквизиции на фоне fallout 4 можете поиграть я хожу по какому-то туннелю кажется здесь ездит шаттл так уж не выключить фонарик кажется кого-то привлекая уйда мориган такая няшка мне еще нравится и логика когда ты мог трахнуть и на 30 процентов отношений она там на 90 станды горела ну не знаю там вот это вот все любовь все дела если например подтверждал и слова что любви нет и он тебя так знаешь обижалась такая я думал ты скажешь ты любовь есть не хотела чтоб ты оспорил да какая-то негритянка приковано к роботу и кажется он поддерживает ее жизнь я спешит будь в моральном выборе отключай все провода многие хватит дюйма я не знаю кто мог выбирать ильяну вместо моего вообще неправильно морган такая прям не такая как все настоящий хипстер своего времени ильяночка так и обычный там ухаживание мишки плюши и все дела шаттл включена безопасность включена а мне нужно включить пути шаттлов она питает видимо слишком много энергии да значит можно отключить один который не идет к ее голове значит верхние да да вот пишет я выбрал или она за милые хорошие морган стера долбанут вот понимаете вот с женщинами стерео интересно то есть ты мучаешься ну вот круто прям вот все там это вот когда женщина такая податливая милая добрая ты сразу не беда это не стабильно но я думаю мне хватит признаете почему море голым на многим нравится потому что такая хит и социопат многие находят родственную душу как вы хотя бы в игровом персонажи сейчас такой морган он там как твой спутник я в море гон размещил да это может поузу золотое ожерелье ли колье подарить тогда нас помню детство такая расплачивается скажешь что пол как мило а лилиану по моему наоборот можно сделать твердый а тут от моих от моего выбора зависит что-нибудь кейс пишет мало мало кто считает что со стороны интересно мало кто считает что что со стерозными бабами интересно по моему круто не знаю я наверно стран так я сейчас на псилон б мне нужно на лямбу да вроде она там не должна ждать руки так просто садится что и поехали сколько еще стрелить будем но пока даур там не заснет и не умрет я думаю вот приедем в лямбаду там посмотрим что к чему женщины ничего не понимает вот давайте без сексизма но у нас просто разные взгляды на один тот же вот и все это вот доведете катя на вкнн подпишется будет там резать вас прикольно тут как в dead space видимо можно будет путешествовать между пунктами наверно в свободном режиме может и нет нас тут не особо много всего он именно катается да я так понимаю то есть без резких переход до пока мне рассказывают предназначение станции ура давай стрим еще два числа это груза не там добывали без сексизма наступ гейм до серьез нет конечно не серьезного чё на охотиться за привидениями должны мужчины это определено на принципе могут охотиться женщины и желательно чтобы они были красивыми да не но они нормальные то есть какие-то нормальные жирную черную бабу какая-то нормально как четыре меня да я не могу сказать что они там некрасивые думал что ну знаешь там у каждого свои вкусы кому-то нравится такие кого-то нет но то есть как то сейчас навязаны идеалы красоты тоже как бы неважно вот но просто они не смешные они пытаются быть смешными но они не смешные это кстати да и здесь вышит к самую главную объективную проблему то есть я посмотрел трейлер там шуточки про этот про кадиллак там выйди привидение из моей подруги бац 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 да 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 что она все на ударяет и то есть такое кулана чистая то есть ну да что мне напомнило русский комедии если честно вот это значит совсем плохо дело шея ржать вот это все я разбился видимо все таки я не смогу свободно передвигаться на шатте даур нравится женщины в камуфляже со стволами женщины со стволами это мужчины так что слушай ну вы тут приличные парни слушай а есть какие-то видеоигры где действия происходят в таиланде может наши пользователи погугли субтитры слушай было прошлое честь лары кровь ой но она там никого не встретила вот обидно у кого как ствей такой ствол ступу можно было перебровать до урдах и стрим по первому башуку кстати тоже страшно довольно давайте после сома я думаю сома я не буду проходить там год чему-то я считаю что даже первый бешок пострашнее сома там прям криповатым я вообще постараюсь два раза в неделю стримить а может и почаще так именно вот в такое время у конверка нет нет просто хочу играть и сейчас как-то знаешь проходить вот если я уже начал играть с зрителями проходить это без них будет как-то им линч в талант до 2 кин и лично у меня есть эта игра не очень понравилось как милов в лари кровцы guardian of light вы слушай опять нашел какой-то светящийся штука он опять начнет его пальцы совать ладно чё ж ты руль 3 4 все что нужно знать я тебе поле хороший сайт всем рекомендую какой-то рюкли 4 правил ты не знаешь так вот мне нравится там очень красивые картинки по ведьмаку вот эти штуки которые ты выдергиваешь и сказать пол аптечки да но у меня здоровье вроде как нет такого отдельно но она она вроде как есть но вроде как нет мужа у нас ну мы прикольный робот мой робот получше чем все предыдущие пишет это личинка и аммика еще раз ведьмак вот это знаете рул 3 4 где там и цирий и все блин я добрался до сюда он мой герой говорит блин я инструмент в шателе забыл даур когда сказать уже на стрим вот видишь не штукать женщину чтобы вон катя же есть в чате вот спрашивайте у нее да вот не знаю если начался нет вот спросите я думаю если он согласится вероятность того что она ответит близко к нулю конечно катя пишет что нравится ен да и енифер но я выбрал 3 потому что не знаю 3 же такая черноволоса нет енифер черноволосы от него от вот соцсетей это три стрижи шлюха даже грешить это тем то что дошли у меня тут даже спрятаться негде то что она и заторжи волосы ну как рыжеволосы вот с такими рыжими волосами еще не крыша не видел и на москве девушка очень похож цвет красилась на пытаясь красишься то да а нахнует причем красилась любые специальные краски тут из выбирают те кто книжки мечтал я понимаю что по канону должны быть енифер но с другой стороны трис не знаю просто внешне не больше нравится да я тоже мечтал не книжки игрой не играл это я читал я видел трейлер игре все играл первая игра прекрасно 2 средненькой 3 прекрасно примерно так все работа вот в первой части кстати 30 очень сильно похожи по емитарных арт по характеру аша не похожи на 300 есть там как-то все перекрутили то есть в итоге 3 получается такой стервочкой как должна быть енифер а шани такой няши как должны быть есть но не знаю чем так вышло почувствовал под загрузку когда у меня подвисло все что нравится карточки ты знаешь ведьмаке там когда с кем-то няшишься то тебе выдают карточки просто карточки с цены которые в стиме можно продавать а что за карточки зачем они нужны просто посмотреть картинку на втором третьем накида полноценные сцены няши были а вот в первой части там были карточки зато там можно понимаешь в третьем там у второй демоке может там поняшить человек 10 а в первой демоке 60 то есть там про каноничный ведьмак которые всех прям там так откуда я вышел там причем можно было вампир q какую-то там болотную бабу еще кого-то 300 такое разнообразие было вот так в секунду я вышел лицом туда а туннель шел вот в ту сторону да в ту сторону значит нет налево все-таки раз я ехал надо конечно интересно здесь полазить посмотреть что как но я что думаю здесь тоже рыбки плавают я просто скромный поэтому сказал поняшицы ты как-то милей звучит знаешь но да ты правильно сказал мы тут без грубости да мы элита дворянских кровей ходу фонарик под водой что есть что нету но мы кстати не так глубоко вот я смотрю наверх там свет идет я думаю что мы где-то на глубине знаешь метров ну ну да да наверно на большой глубине света бы не было естественно более явно солнечно сна даур ты знаешь что означает термин сумму сама нет но если такой-то наверно морской термин давайте вот нам поясните печать да кто старался избегать спойлеров к этой игре поэтому пишет это пока не так глубоко то есть намекает что будет глубже ух ты то есть будет темнее да а вот все нашел лямбу только табличку нашел так нужно еще найти вход туда встань от меня даже тут стул прекрасно слушайте там кто-то ищет да и так и не да 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 тут этот очередной плавает ой мне в ступик загнал сама эта оболочка до некоторых живого организма частности тело клетки я так понимаю ты спойлер не погоди погоди сама это как это оболочка для клетки оборочки же просто там называется блин не цитоплазма но господи да просто оболочка вроде называть просто я так понимаю ты человек внутри робота вот в чем спойлер так я это уже понял потому что мы думали что мы человек оказались роботом также как карл который лежал на полу ну ты такой знаешь ты почти человека не как он такой чистый он видимо там версия 09 а я как они 12.3 2.2 . или там 2103 или какой там год все я на станции кстати сколько там зрителей у нас 166 окей ну давайте еще давайте до трех часов поиграем пацаны давайте вот только я расслабился так вот знаешь меня уже редко хорроры пугают а здесь но вот эта игра скажем как так же как и или на изолейшин ну потому что погибите идет этот блин как его слушай я могу в шкаф стали залезть не могу я могу сюда спрятаться потому что это пугалочка довольно умные на этих этим пугалочка как и элиэнс изолейшин не слушай она телепортируется реально она прям знаешь такими пошаговая телепортация у нее вот прям икс ком какой я когда смотрю на нее мне аж что ты меня же ключит нажимаете так сказать так видимо нужно поторопиться там потому что и раз она здесь бродит ходит бродит так тавур и влад прости не знаю как его фамилия брон это крут я уже выдал бутылку его скрывать воду скатается а бутылка чего кстати как интересно виска это или сидр вот я вообще сидр и бы не отказался эх это так мерзкая убитка это восстановить здоровье просто да не самый лучший способ восстановить здоровье да я пожалуй бы отказался в вискаре вот искать искать православа нет я я вискаре сидр сказал для примера конечно искали сильно сложно не сказали что бояться ничего она потому что без вискаре 40 градусов а все 35 я пью скуму ой скуму и туда кстати а я лунный сахар иногда что-то за имена захотляют вернуть втордор у seniors явно 한국 Donald он вот рублей именно как 0 у них лучшую он уже случится я enough those claims and много мипп is там такая песня начать было классно там был котик и ворон которые а да 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 каждый раз спасали мира от своих хозяев даур, уходи Майк, уходи Майк, крут, конечно уходи проекте как может быть, что может быть, когда ты знаешь, что ты глупый робот в глупом мире окей, окей я нужна тебе, чтобы меня исправить, чтобы я вернусь, что ты хочешь ты должен быть мальчиком, да? я думаю, что у меня лучшая шанса создать себя в том, что ты а, который... генератор на обложке? а, дверь открылась? я купил ее в апсалоне, где я встала что я не буду делать подключи в терминал конечно, что-то конечно, что-то даур, даур не играл в тезу в бан вот это, кстати, даур даур, даур, ты не играл в тезу, я нужна в бан тез? 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 зелдер скроллс древние свиточки сейчас он... заставим тебя в муравин катать давайте попробуем давайте попробуем так сейчас и должен что-то починить ммм ммм а вот, у меня тут про Bedlam ах... это становится 이상ше левый верхний ну просто слева справа давай знаешь как сделаем сейчас я тебя перетащу вот этот угол себя перетащила вот так все шутят про фарма старый пиццент ким базим по-моему одна из моих обложек золотом их альбоме опубликована обложка redfaction 3 здесь пор она там в платиновом альбоме хотя никто что мне домой ничего не делал тем не менее комета упала глаз под дауром конечно мы русский вот вопрос а в луне в лукохо дурицки нет просто ты лежишь так будет как то прикольнее что вот ты лежишь прямо когда урли битверх кто не с нами тот поднимет с исключения 100 лет арктисты и таки и европу в списках но я скилл для публики Ну, они могут быть, но я встал. Я надеюсь, что у меня было больше всего, если это то, что случилось. А, хорошо, хорошо. Что случилось? Я решила расширить какие-то данные из сервера. Это должно рассказать вам все, что мы нужны. Ну... Пусть вы получили форумы, чтобы они не хотели запустить космический корабль, населенный вот такими роботами и людьми? Я хочу знать, что Арк в безопасности. Куда-нибудь в космос, чтобы они нашли место для жизни. Я так и не понял, а что случилось с Землей? То есть... Чутки. Комета упала на Землю. Ага, комета. Ага, комета. Это не имеет никакого смысла. Как? Почему бы ты не говорила о томографии? Да это не факт, что она правду говорит, кстати. Что, если бы я рассказал, что это было в 2015-м? Ну... Знаешь, он пришел на томографию в 2015-м. А это сейчас происходит уже в 2100-м каком-то году. Вообще, чувак. Слушай, вообще обидно. Да, вот ему не повезло, конечно. Пришел там проверить мозги после аварии. А его просто взяли и переселили в робот. Так доверяя потом врачам. Да уж. Ну, в России, скорее всего, просто органы пересадят. В робота-то никакого. И переселешь. Ты просто в другом человеке будешь жить частично. Ну, это, это спасти новую жизнь. О, 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 опять это что? Пишет, даур, ты ошибся, нет в космос. Они хотели запустить не роботов, а, грубо говоря, жесткий диск с разумами людей. Ну, да, типа того, наверное. Ну, только зачем, если чистые, жесткие диски. Пишет, пропал в 2015-м, появился там, в сотом году пропустил столько кладить ассасинов. Вот, реально. Вот это обид. Представляешь, такой, очнулся там. А-а-а. Там уже вышел в Ассенс Кридстане, там, понимаете. Потому что все страны уже давно там по 10 раз использовали в Ассенс Кридстане. Ассенс Кридстане. Ой, да, честно говоря, меня совсем не радует. Вот это вот стремление Call of Duty куда-то там в будущее, в военное будущее, там, и так далее, да. Мне кажется, за солдатами там вообще ничего уже не стоит там. Вот Fallout военное будущее. Ну, как сказать, по поводу этого будущего? Блэкоп старый был забавный. А, да, такое будущее прям. Да, такое будущее прям. Электромагнетизм. Это неплохо для нас, да? Открывается, по крайней мере. И все, что я не знаю. Просто прям вот со всем последних кладить, конечно, да, прям груз. Блин, я вернулся обратно, что-то я тупал. А, видимо, мне прямо нужно прийти. В будущем не должно быть войны. Не может не быть войны. Мы ж люди, и люди не могут договориться один другому все равно започит. Да, не знаю, может, наверное, не быть войны. Кто-то же посчитал там, когда сколько лет на земле войны не было. Войны не может быть, если не будет людей. В принципе, логично. Да, наверное. Или будет только одна нация. Что? Собеседование? О-о-о, сколько здесь слушать надо. Во-первых, я не мог реально видеть точку этого. Но тогда я подумала... Почему мы не должны быть войны? Слушай, я вот... Это, кажется, собеседование как раз с теми людьми, чьё сознание они... Собирались на этот ковчег поместить. Угу. Не плохо, а как ты тут столько много лет пробылась? Смотри, ты год... ...21003, то есть... ...совсем недавно их начали собирать, и ты там просто... ...экспериментировали над тобой с тем, как и... ...экспериментировали над тобой с тем, как и... ...экспериментировали над тобой с теми людьми. Я даже не знаю, может быть... ...корпорация существовала ещё до... ...комета. Да, я думаю, они этим занимались... ...эээ... ...может, они чем-то другим занимались на... ...подводной станции. Сто лет занимались такой ерундаем, что делать нечего. Пилили бы новые айфоны. Зарабатывали бы деньги. Да. Это идея... ...это... ...эксперименована. По каждой дефиницией. Это действительно делает тебя думать, что это значит, чтобы быть... ...хуменом. Что это значит? Без официальной... ...эксперимен, что есть что-то с большим ценой. Ты предоставлялся... ...платформа... ...это не обязательно расстрична к нашему дигиталу... ...процени, а среду... ...совсем... ...это моё серьезное положение. Мы можем... ...вот не надо политики... ...вот... ...прежать реакцию на продолжительность. Шутки про Украину там вот это всё. Ха-ха. Смешно. Так, Ковчек Среда. Да. Это самые старые рендеры мира внутри. Слышно, чем в этом месте. Ух ты. Смешанный лес. Городской парк. Ковчек чертежей. Нормальный такой чертеж. Так, вот человеческий мозг. То есть, переделываем в нуле единицы и... ...отправляем вот в этот вот... ...контейнер. Я думаю, что так и делает. Да-да-да. Слушай, ну я... ...я тоже могу быть таким... ...ученым-разработчиком. Всяких... ...контейнеров для мозга. 2130 год, да он 2 до сих пор не закрыли. Ну понимаете, вот... ...из-за таких шуток вот... ...охотники за привидением такое говно. Вот не надо. Ха-ха-ха. Но у меня приняли. Все равно Даур же кучи лора пропустил в комнате с куполом в начальной комнате Сэма. Эх ты, вроде так все искал, искал, а лорд пропустил. Ну... ...я думаю, что... ...потом как-нибудь через... ...через какое-то время я может еще раз пройду эту игру, но... Через лет десять. Да, просто... ...нет сейчас столько времени у меня, чтобы прям погружаться так конкретно. Как бы вы описали свое физическое состояние. Так... ...временно совсем а чужое тело. Фихическое состояние. Прикольно, ты есть. Как бы вы описали свои ощущения. Мне кажется, она обострилась. Нормально, в принципе. Ну, не как я ожидал, конечно. Как бы вы описали свое отношение к своему новому состоянию. Стримить лежа, это немного хуже, чем есть на стриме, по-моему. Ха-ха-ха. Ну и хуже, так пить, по-моему. Ха-ха-ха. Испокоить ли вас тот факт, что вы больше не являетесь человеком в строгом смысле слова. Немного. Как вы понимаете, свое новое существование. Как новую главу. Все-таки это связано с предыдущей личностью, потому что мы вроде не изменились сильно. Скатился на какой-то скатился. Ха-ха. Предыдущая жизнь. Сколько здесь будет вопросов? Интересно, верно ли, что вы скорее припочли. А ведь это ночной-пятничный стрим. Еще пару лет назад в это время был какой-то стержал на дракующий Макс. Ну, что поделать, скатились. Ха-ха. В принципе, я тоже могу набухаться, но не думаю, что это даст кодолинка. О, это классно. Я думаю, что я думал об этом. Это все работает? Я действительно хочу знать, что с этим случилось. Я думаю, что так. Это делает что-то, по крайней мере. Где он? Подождите. Я пытаюсь найти его. Пожалуйста, оставь его в безопасности. После того, как начал стримить. Раньше был уютный сайт. Снова сиди. Уютный порнох. Реклама порнохи. Да, уж действительно. Да. Я помню в детстве заходил на стопгейм, чтобы найти картинки по играм. 2004-2005. Вот. Даур, если собираешься дойти до конца игры, то запомню топросник, и начни просто обратить внимание. Вот. Ну, я запомнил, в принципе, этот опросник. То есть, это опрашивали уже, когда сознание пересадили в машину или вообще в этот контейнер, наверное. Кто помнит СГ в 1987, он не в 1988-1998 допустился. Я, конечно, не умею. Что, ему столько лет получается, ему уже скоро 20 лет будет. Жуть какая. Это что за планета? Это Марс, наверное, да? Стрим пози навести меня, как своей французской девушке. Ха-ха-ха. Вот он почти нашёл, смотри. Ковчик находится в пределах этого сектора Блин, как я сразу не догадывался, что он на земле А, вот теперь мы должны найти Прям в какой точке земли все это происходит Ну в океане, скорее всего Так что в любой, вот кроме этой Ладно, так, ну давайте начнем отсюда Там все-таки можно определить горячего-холодно Как я понял, по шкале Ага, значит еще ближе Это может быть на любом побережье Да, наверное мы на Канарах А, нет Что-то нет Просто кликай на все по порядку, я думаю Слишком долго получается Я думаю, здесь можно найти Так Блин, наверное Вот тут где-то будет в тете Нет, фи Тау Почти как к Симеру Тау, значит Ой, мы сейчас туда отправимся, что ли Еще найти в Тау, может Ламбда? Ламбда, не, я уже нашел, это в Тау О, сразу нашел Короче, в самом Да еще давайте полку будем искать О, нет, это на Земле Что-то я не понял Динамика Динамика Стрикер Продвигается Походу стрим, ну круто же Никакого раньше такого не было Укрывайся, перекатывайся Укрывайся, перекатывайся Да, инновации Думаю, но я не точно Флэксибель Ты, если захочешь спать, ты положи подушку, засыпай, а я буду продолжать В принципе, можно ради прикола Я отключу вебку, а твое оставлю Ты будешь спать А игра будет играть Тау Ну да, Тау, короче, в лазарете Тау Находится, отлично Я могу двигаться, прыгать, спать, спать, как-то Ты встанешь в дворе, Омни-Тул Я просто беру тебя там, и я покажу, что ты делаешь Это звучит очень рискованно Кроме, я не люблю идея, что ты меня берешь Давай, Катеррин, это то, что ты хочешь, ты хочешь Какой-то искусство Невероятно, институционное Мы, наверное, должны идти к Сейдау, потому что это все еще работают Окей, а мы идем к Сейдау Я не знаю, что это было Посмотрите, что там с телефона, где большая часть фильма снято Может, там еще одна черная полоса, которая сняла Ага Суть в том, что он как бы разбегает рамки Знаешь, что там пару раз их разбегает Только глубокий смысл Но долоняшка, поэтому не нужно Омни-тул отсюда? Погоди-погоди Хорошо, просто... Будьте уверен, что меня снова в какой-то момент Ты получаешь До свидания, Саймон Сразу произойдет, но либо вообще не произойдет Если у меня грохну Так, а нет, сюда мы пришли Так, мне либо вперед Либо... Пример, заводит фюрс опускать Ну, это не так круто Вот, если какие-то амоновцы бы ворвались И там выбили бы кому-нибудь зубы Это было бы круто Ну, тут был популярность Обошли Долон-няшка и еще один лекс Ну, он правда няшка Ну, вы че? Ну, он такой-то... Кто этот, по какому-то? Долон-это режиссер А-а-а Ну, там для Луи Виттон Снимался Я вообще... Слушай, я-я-я-я Я забыл Откуда я пришел, с какой стороны Мм... Так, ладно Вообще, если бы кто-то... Кто-то там чем-то мерится Говорит, у меня 22 22 на самом деле неплохо При средних по России Если это не IQ, конечно Ну, да Если IQ, то все... Вау Тут чувак ломится Слушай, мне кажется, он все-таки сломает от окна Учитывая, что оно трескается Ну, ты обиди куда-нибудь Ладно Мм... Ха-ня, он забил Сдрейфил Испугался Эй, слабый Ага Сразу видно, не могет он Разбудите, когда вы Сезон себе головы, доктор, кто? Ни то, ни то, не смотрел, кстати Это мы сейчас пришли, наверное Раз меня глючит Значит, здесь будет этот робот Телепортирующийся, да? Да Мм... Ой, я помню Последний, что я смотрел Ты был мистер робот И там такой швед классный Почти как Почти как дом Швед классный Швед, да Ладно, ты прям Ну что, ты прям удивляешь Такой ты швед Ты если бы увидел как А вот зеркало Она разбито Я хотел посмотреть Значит, разбито И где то зеркало, которое вы писали? Да, она разбилась уже, видимо Почему-то Может, и какой-то другой зеркал? Может быть Так, но судя по тому, что мне нужно Вот в этот фи То мне нужно, наверное, опять на улицу Но, блин, там уже мне не на чем ехать На улицу Там у меня шаттл О, тут есть вентиляция А как мне в нее залезть? Ты случайно не админ клик? Нет, не админ клик А че это зато? Ну клик это такой Окологейский паблик про кино Вот Там даже шутки постоянно Типа заходит Это админ клик Геклуп На этом, конечно Как и все Так, нет Я вошел Да, мне определенно Нужно вошел Влад, даур, вам есть что нам рассказать? А? Говорят, Влад, даур вам есть что нам рассказать? Видимо, камингарты ждут Пока Так, я все уже Почти не на улице Около нету Ну, почти Так, давайте я найду способ Пройти в Лямбуду Или куда мы... А, к Фи К Фи же мы идем Да, к Фи Или не Фи Блин, я забыл Да, к Фи И... Ну и на сегодня, наверное, хватит Че-то я открыл Стрим не надо, каминг Хорошо Вот только по просьбе этого человека Небудь А, как... Что? Что это? Кюри, везда 4 Эй, каминг Я слышу тебя Можешь это Рыбать, я тебе попробую А, вот я нашел уже Как мне результаты в Оскаре, я на самом деле Ну, примерно Понимаю, почему такие результаты Ничего неожиданного Нет Но результаты, результаты, господи Все, по-моему, давно проанализировали Сколько Оскар получит Мадмакс Что Оскар получит Лево То есть, это даже совсем неинтересно То есть, скукота Другие, кстати, награды смотреть Интересно Ну, хорошо, что мы под водой Не задыхаемся хотя бы Так, должны искать еще какую-то капсулу спасать Люблю ночные стримы Только в ночных стримах камингап Так что, приходите В каждом стриме по-новому камингап По-новому, да То ты там Би То ты там, какой-нибудь, знаешь Кошка в теле мужчины Который на самом женщина И как там обычно финисты Господи Так что, если я пройду по этой взлетной полосе Ты думаешь, я взлечу? Думаю, нет Но мой робот даже, по-моему, плавать не умеет Блин, опять эта телепортационная штука Ааа, мне некуда спрятаться Не, она свалила Успугалась, наверное Такие сюжеты на Оскар Лебед Это да Он даже на прошлом Оскаре же Фильм про трансуху Господи, как он назывался? Даллский клуб покупателей Даллский клуб покупателей Господи, никогда не думал, что По-моему, фильмы Только с такими названиями Могут брать Оскар Ну да Там был Джаред Лето Который играл, по-моему, Бабу А что было лучшим фильмом в этом году? В этом году? По количеству Оскаров Не, ну, лучший фильм На лучшем фильме, слушай, я даже не помню Честно Серьезно, не помню Так, мне нужно найти спасательную шлюпку В центре внимания даже не знаю, что это за фильм Если честно Я, видимо, какой-то непрошаренный Да Да, вечно какое-то подобное что-то получается Кто-нибудь там вкратце объясните, что это за фильм Синопсис такой небольшой Просто даже интересный Что я пропускаю? В прошлом Бернман, да Бернман, я знаю Бернман классно Ну, кстати Ну, графика нормальная, в принципе Вот В этой игре Даже под водой Ну, е-моё, не знаю Нет, я не как Келебра У меня просто нет времени столько Фильм смотреть Я смотрю, что мне нравится Я не особо заборачиваюсь там На всех киношках О, журналистское расследование про батюшек-педофилов Слушай, неплохо, надо посмотреть Журналистское расследование про что? Про батюшек-педофилов Это вот это То, что Оскар взял в фильм? Да Ну, видишь, что это астросоциальное Владико, где семнонсоциалистная девочка Она пока не здесь Она завтра будет здесь На самом деле, если бы она здесь была Я бы уже бы не стример, а ее просто бы сюда привел Она бы просто лежала И посещаемость бы просто геометрических прогрессивных Раслана, даже могла ничего не говорить на самом деле Ну, давай, чё На следующий раз Конечно Позови Как зовут-то? Анька Это какая из тех двух? Это которые рыжие Ааа А вторая была Полина, но с ней уже все Да Погоди, я просто... А как так получилось, что они вместе были? Ладно, заметно, я очень долго Ну ладно, я тебя понял Ну главное, что ты меня понял Слушай, я нашел Титаник, который кажется так же затонул вертикально Пишет, спалил ты мне на стрель А? Спалил ты мне на стрель Это совсем не как Келебра На самом деле, я вот эти всякие экзистенциальные смыслы в фильмах не ищу Я смотрю, какие, знаешь, крутые блокбастеры и мне нравятся Не-не-не, я наоборот еще Я люблю, когда это крутой блокбастер, но еще и наполнен каким-то вот интересным смыслом Как бы вот показывает, доказывает какую-то идею Ну, то есть, через персонажей своих Просто тупыми силами я как-то не очень Мне больше нравится эстетика и музыка в фильмах То есть, например, тот же Oblivion, который как фильм не очень Но, опять же, я уж повторюсь, он очень красивый Мне нравится Tron Legacy, который тоже довольно глупенький, детский Но безумно красивый, то есть, с потрясающим дизайном Прекрасно Слушай, мне вообще забавно, я не играл еще ни в одну игру Mad Max шедеврный, Mad Max классный Я еще не играл ни в одну игру, где бы один робот спасал бы другого неполноценного робота Это мы машинарим так играете Ну, это... да Да Не, ну там, знаешь, там ты не понимаешь, что это роботы Ты думаешь, что это как бы обычные люди, как бы ты не воспринимаешь как роботов А тут вот именно... Хотя тут тоже они с человеческим сознанием С человеческими мыслями Э-э-э, чё ты там? Зверополис, да, говорят, классный Я пока смотрел только трейлер, где там Ты этот аутист медленный, там Почту перекладывает или отвечает на вопросы, что-то такое То есть, мне уже этот момент понравился Зверополис? Это DreamWorks или Disney, или что? Точно не Pixar Либо это, либо это, я не уверен От Pixar посмотрел мультик с этими маленькими существами в голове, как-то мне не особо вкатило, если честно Нет-нет-нет-нет-нет, он нашел меня, нашел, нашел, нашел Отстань, отстань Отстань, мерзанец Я не буду на него смотреть, наверное, он меня не увидит Сохранись, говорят Он обил меня Твой Он мне напоминает почему-то большую папочку с Биошока, всеми этими, светящимися штучками Слушай, а он меня просто отрубил на какое-то время И я как бы жив Ну, значит, у тебя было здоровье, потому что, когда здоровье кончается, тебя откидывают на чекпоинт Как мне объяснили наши зрители Даурни, смотри на то монстра, он тебя не будет трогать Я, видимо, так понимаю, он нужен спиной к нему идти А, да, это же мне кричало, не смотрите на него, не смотрите Слушай, тут герой боевика год, типа в кинотеатрах, в 2102 год Походу, ничего не изменилось Нет Такие же боевики Так, ладно, пойдем, не будем смотреть на монстра А в России все пилит бюджет Так, все, отстань Зверополис, это Зверополис, это Дисней Второй раз отрубит, и ты будешь мертв Ха-ха-ха Окей, я понял А где мне сохранить, ну я не видел тут такие штучки на стенах Здесь Блин Я слышу его, но я не смотрю на него Как мне еще от него спрятаться? Скорее от водителей с драйва аутист Мне друг говорит, что я аутист, когда я в хорстон начинаю играть И вообще ни на что внимания не обращаю То есть меня чуть машин так не сбило, когда я в телефон залепал и карточки перекладывал Вот это да, вот это был полный аутизм А, я понял, он, короче, отваливает, когда я Что тут у вас, ребята, ничего ли тяжеловато? Ну как мне спиной теперь идти? Ладно А если я спиной до него дотронусь, что-нибудь будет? Ну, попробуй, ты, конечно, умрешь, но Ну, он, пока что меня не пускает, вот я иду, но А, вот А, не, его уже нет здесь Ясно, понятно Мне визуально эта игра очень нравится, потому что прям мелочи каждый Каролик каждой травинку Сделаны классно Да Это да Он голый, а ты к нему спиной, вы это рисковая тварь Он разве голый, он вроде в шлеме Он тебе USB порт свой засунет, из-за роботы там Передадите информацию, друзья Блин, да он везде, он как слендер, чертов Сейчас как телепортируется прямо мне перед лицом Кто стримит, именно я не могу найти Он Бока, а я Желка, вот и все А, я закрыл дверь Она сможет телепортироваться через дверь, реально Мне кажется, нет, это только тот маленький мог телепортироваться А, нет, телепортнулся, прикинь Слушай, я не знаю, что мне здесь делать Я вот схожу Боли-ка, лёлик Мне кажется, кругами хожу Хороший коп и плохой, кто коп, а кто из нас хороший, кто плохой Вот это просто Я в тупик пришел Это было зря Как из-за вулфа Монхас зовут двух братьев, как они там Правилля и Труляля Слушай, реально, если спиной к нему отвернуться, он ничего не делает Ну, он тебя преследует, да? Да Он меня преследует, просто нужно аккуратно поворачивать О, я могу вылечиться вот здесь, возле той штуки По-моему, как-то это немножко по-идиотски выглядит, знаешь Он ходит на тебя и не трогает то, что на него не смотришь Ну, как сказать Просто нужно аккуратно поворачиваться А то ты так по инерции повернешься, он как-то напугает тебя А сейчас его нет Все, он свалил куда-то Я просто не знаю Я, короче, забыл, что мне нужно было сделать Вот, знаете, он какой-то странный, он не может, когда не смотрит Он обычно наоборот, когда смотрит, никто не может Да, да Необычный очень Так, F1, 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 F1 Ой, заплутал я, заплутал А, вот С тяжкой баллой заплутал я Ну, первый монстр был, конечно, страшнее Но я слышал, что здесь не так, типа, много монстров, как может показаться Ну, я бы не сказал, кстати, вот, что она прям такая страшная пугалка Она именно атмосферная, скорее Да Не, знаете, амнезия, где там прям Ну, скажу, да, амнезия все-таки была страшнее, чем Пинумбро Особенно, вот, не первые монстры, которые встречаются, а вот вторые Там они были такие, вот, худенькие, в каких-то железках, типа, экзоскелетки какие-то или что-то такое Вот, как у Фореста Гампа, то, что вначале на ногах было Как они там называются, я забыл Ну, я тебя понял, я думаю, все тебя понял, конечно Не обязательно даже называть эту хрень Че-то я не нашел туалета, где бы зеркало отражало Эта игра пугает больше контекстов Ну, скажите, да, вот этот очень социальный контекст То, что людям конец, люди выживают, как могут оцифровать свое сознание Да еще, о, вот себе, я нашел капсулу Ох, что? О, ты сделал это, это гораздо лучше Давайте посмотрим, если мы не можем получить это вверх Ну, слушай, когда ты существуешь в цифровом пространстве, для тебя же время вообще не идет Слушай, это момент, по-моему, спорный момент Есть ли ощущение времени в цифровом пространстве? Смотрите в цифровом пространстве и увидите, если ты сможешь понять, что вы можете сделать это в цифровом пространстве Ты живешь бесконечно, но у тебя есть ощущение времени По-моему, это уже есть То есть ты чувствуешь каждую секунду, но при этом... А ты смотрел Человек с земли? Помню Там про мужика, короче, который бессмертный был И знаешь, он, короче, бессмертный был Со времен еще, типа, первобытного общинного строя, там, и так далее То есть он вообще не умирал никогда Ни отчего Угу Что-то стабилизирует корабль Мы должны оставить его знать, что это института Ублюдки Эх Как это называется у феминисток Эйджизм или как-то так? Когда людей судят по возрасту? Там есть фетфобия, айджизм там ОООй! Как вам не стыдно? Какая разница, сколько его лет? Какого он пола, какого возраста? Буквально всех защищает То есть, даже если ты умнее другого человека, то ты обладаешь привилегии И ты должен ее компенсировать, понимаешь? социал-джастис такой прям лютый. Я читал книгу, где тоже была такая ситуация. То есть люди, которые сильнее, они должны были носить гирьки, чтобы компенсировать, да, свои силы, и что все люди были такие. Это типа, как, знаешь, в развитых странах есть школы для детей, у которых завышен IQ. Ага. И там их учат специально, как бы, таким образом, чтобы у них IQ нормализировался, чтобы им, типа, было несложно жить. Ну, по крайней мере, вот в Турции есть такие школы. Чтоб не умничали, не найдут. Ну, типа, знаешь, вот типа того. Очень похоже. Блин. Ай, не смогу я сюда выйти. Мне кто-то там быть хочет. О, как мне. Или тебе. Блин, меня ударил. Внимание, кро, это твой капитан, я покажу. Я покажу. Это хорошие. Тила лайфь. Нужно совершить какую-то аварийную ситуацию, она мне сказала. Ну, я что-то знаю. А, уважаем. Черт. Блин, он иногда такой незаметный. Останет меня. Нырялщик. Все, я кажется, я смотрю. Случит, наоборот, завершили дети лайки. По-моему, это никому не выгнал на самом деле. Слишком умное население было. И не в Турции, не в России точно. Ну да, слишком умное население, она будет задавать слишком много вопросов. Что-то немножко. Сейчас это, Таш, проверю. Дети самые злые животные. О, жить какая. Ну, ты смотри, как воспитать. Ну, вот, ты своих детей как будешь воспитывать? Кнутом или пряником, или кнутом и пряником? Кнутом и пряником, конечно. Вот тебе же нравились мои репосты в ВКонтакте. Потом я однажды наткнулся на, типа, методика тибетского воспитания, или что-то такое. Там написано, в каком возрасте, как нужно с ребенком обращаться, чтобы он рос неизбалованным, а, ну, четко знающим, как бы, что ему позволено в жизни, а что нет. Кнутом и пряником. Это у нас, знаешь, в Туле, когда, да, из из пряника. Да. Тульский кнут, тульский пряник. Что это? А, отвернись, отвернись, отвернись. Реактор клапан, эминент. Проходи к ворсу. Кручусь, что на стуле, кроме сундука, еще и винтовки. Призываю, я тоже винтовку Мосин. Но винтовку достать потяжелее, чем пряника с нова. Я думал, я умер. А, я умер. Блин! В смысле попробовать еще раз? Скоро, нет, да. Последний раз. Чуть тебя откинет на час. Ты будешь бугуртить. А, нет, ну здесь же. Все. Бьешь ребенка кнутом, при этом поедая пряник. Слушай, вообще не плохо. Самое лучшее. Еще молочком запивать. Ой, пряники с молоком. Блин, сейчас пойду в магазин после стрима. Куплю пряники с молоком. Есть тульские пряники у меня? Найду. Они самые вкусные. И Белевская. Да, да, да. Вот Белевская. Вот соглашусь. Белевская пустила тоже из Тульской области очень вкусная. У нас есть еще музей тульских пряников. Там прям они свежевыпеченные такие. Они производственные. Конечно, такие классные. Приезжайте к нам в Тулк. Слушай, а я не могу здесь... А, могу. Я просто... Я, короче, третий, когда выдергиваю, меня... А, этот чувак спереди, походу. Мне кажется, он идет за мной. Блин, мне нужно бежать постоянно. Тульские слишком сладкие, но не скажу. Например, с клюквой они кисленькие и приятные. То есть, все зависит от начинки. Блин. Короче, он разозлился на меня за то, что я выключил реактор и... Он просто разозлился, что у тебя есть такие усики, а у него нет. Вот что тебе пишут? Усики Дауры лучше, чем усики Антонио Бандераса. Ну ладно вам, ну чего вы. Я думаю, тебя опять убедит, да? Я, кажется, должен, знаешь, подготовить для себя путь отхода для начала. А, вот, отлично. Он вот отсюда за мной пойдет, а я вот так поднимусь. Вот отсюда. Хоп-хоп. Ну, прости, что я не привез пряников. Я просто реально забыл, как ты замотался. Кто-кто? Я? Нет. Катя говорит, я помню, как Влад не привез нам на грамер пряников обид. Я что-то обещал, как ты... Катя еще здесь, что ли? Спасибо. Что, с нами так интересно, раз? Да. Конечно. Гарри, надо было весь портфель набить там, пряников обезли и не забыть. Продолжение следует... Слушай, а мне нужно убежать из этой станции или вперед пройти? Вот я это... Вот этот момент не очень понял. Давай попробую пока вперед. Потому что если мне убежать, нужно обратно к нашей... Как ее зовут? Блин, забыл. Еще, я думаю, она не обидится. Катя написала, что жду в следующий раз. И вам сказать, это знак. Давай, это знаешь, это такое. Так что мне страшно, я хочу перезапряникиваться. Огоньки красные, капсулы. Твоя ходить. Твоя ходить по красным капсулам? Давай писать. Почему-то пишет, даур страдай. Почему такие злые люди? Им приятненько, а ты умираешь. Огоньки красные. А, ну значит мне к выходу надо. Значит мне все-таки нужно в ту капсулу вернуться. Где нас ждет наша... Невчанка. Вообще не страшно. Конечно, вам не страшно, но вы смотрите, как даур страдает. Чего вам, боже, не страшно? Не, на самом деле, да, вот этот эпизод не очень страшно. Но вот сейчас, когда он за мной бежит, это страшновато. Я думаю, что если ты умрешь еще пару раз, это будет скорее раздражающий. А, мне поставили. Низ-вниз-вниз-вниз-вниз, точно-точно-точно. Под угол, голубизны, вот смотрите, вот что вы выберете, типа, на стажен 4 или на Xbox One? Конечно, на стажен 4. А какой цвет на стажен 4? Голубой. То есть, все, понимаете? Какие еще могут быть вопросы? Блин, я опять себя в топ-пик загнал. Черт. Блин, мне заранее нужно, наверное, разведать дорогу. Вы умерли. Эх. Плохие вы. Frictional Games, я доверял вам. Почему наш админ выбирает Xbox место PlayStation? Казачок заслу, я думаю. Если ты выбираешь Xbox, то ты зеленый, значит, ты еще не умеешь играть. Да. Мне консульт только для спортивных симуляторов нужно. Сюда. Поэтому был конь. Че? А, так сейчас здесь все закрыто. А, нет, 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 нет. Точно, точно. Здесь по лестнице вниз. Окей, пробегу, значит, вниз. Еще вниз, еще вниз. Чувак пишет, когда первый раз проходил, на адреналине за один раз прошел. Все, прибежал, правильно. Так, мне явно не на лестнице, нет. Значит, оббегаем, вот этот балкончик. Так, я тогда налево побежал, сейчас лучше направо, направо. Еще раз, вот, сюда я в тупик зашел. Нет, значит, не сюда. Значит, по этому коридорчику. Вау, растение. Слушай, а если ты будешь просто не поворачиваться спиной к этому человеку, то... Не, не, а, вот, все, все. Все, я нашел. Сейчас он идет за мной, то есть он целенаправленно идет, и, чтобы я не делал, он, как бы, продолжает идти за мной. То есть, у меня не получится просто игнорировать его, и поэтому... Да, вот, походу, все, не заснет и будет бояться, проснуться через 100 лет роботом. Слушай, ну, знаешь, ты... Ты реально никогда не можешь это как-то предсказать. Ну да, опять же, вовернее, пойдешь к врачу, зуб лечить, и, ну, бац, тебе там по голове, бац, проснуться уже там роботизировал. Вот, поэтому я зубы чищу каждый. Кажется, потом будешь стекла разбивать, тяга и тяга и тяга и тяга и тяга. Ага, стулья. Слушай, сейчас я не могу дорогу... А, все, нашел. Все, сейчас пройдем это. Свалим отсюда поскорее. С этого Титаника. Кстати, интересовал вопрос. Адам уже в Белосекси полностью паховую обувь заменили на роботизирование. Что это вообще, как у него там? Ты просто реально интересен. Зачем? Из человеческого только голова осталась. Может, из-за этого он такой... Из-за этого он такой... Ступит. Продолжение следует... Отстань от меня. Ой-ой-ой. Господи, я кажется... Я, кажется, не туда забежал. Ну, когда все получится, я тебе верю. Вот, сейчас получится. Я просто не туда свернул. Поворот не туда. Ага. Представляешь. Ну, хорошо, что... Грузится прямо. Прямо здесь, да. После стрима обкурюсь, пожарю сосисочкой, посмотри историю серии Томрайдера. Блин, мне что прокуриться, надо намотать 05-й контакт. Ну, все, блин. Намотать контакт. Сторию серии чего? Томрайдера. Томрайдера. Ага. А, вот лампочки красные. Они на полу светятся. А я наверх смотрел. Или они сейчас зажглись. Типа, блин, ты такой тупой, не можешь пройти вот те лампочки. По-моему, их не было. А, я обратно... Да что ж такое, куда... Мне кажется, лампочки были, просто ты как-то их не замечал. Да, видимо, да. Видимо, я смотрел на яркие лампочки, но... Так, ладно. Слишком много внимания я лампочкам уделил. Конечно, что ты, Шерлок, гений. Молодец, да лампочек придумался. Пацаны, какой-то раз я просто не считаю. Неинтересно. Может, кто считает? Сейчас мы это сделаем. Да, да, еще и не нравится. Э, на ЛГПРО. Еще бы это... А, 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 а... Такой сигнал, что нужно в конце пустить. Сделай еще. А, я не видел лампочки, потому что я бежал по другой... По другой лестнице, где этих лампочек не было. Сейчас я тоже по ней побежал, и там их не было. Все будет до бонтая. И до бонтая. Так. И вот сюда. Да. И сюда. И сюда, потом сюда, и прямо до конца. И налево. И вот он мой корабль. Все. Умница. Она сама покула. Мы должны пыть все вода, пока мы сходим. Ты не можешь сделать это быстрее? А, а, почти там. Все. Все. Хорошо, здесь мы идем. О, это не было. Что? Тут какой-то топор был, говорят, и хотя бы не бегай, какой-то парасон. Какой-то пацанок. Старым стримом. А, я чуть не заметил. Такой. Я не понимаю. Так, все, мы поехали. Я могу сесть. А, зачем мы на ТЭТО? Он же на ФИ ехал. Уже 3-0-3 продлевать буллитер, но видимо будет. Не-не-не, ну я думаю, что она там стоит закончить. О, нет, я не могу, я просто плачу нас в поле. Что это мне? Если я не убил Дельта, мы死ем. Так, ну не доехали мы до ТЭТО. Попали на Дельту. Ха-ха-ха. Так, ну ладно. Я думаю, на этом хватит, да? Все-таки всю ночь не будем сидеть. Сколько там человек у нас? 150. Ой, ребят, большое спасибо, что вы оставались с нами все это время. От души. Я думаю, мы продолжим. Я думаю, вообще чередовать, так, сначала играть, ну то есть две игры одновременно проходить. То есть один стрим в неделю по Соми, другой там по Life is Strange, например. И по Харстону играть. Ха-ха-ха. Ну не знаю, по Харстону. Ну это сейчас модно, все Харстон стримы. Аа. Так что вот я... Спасибо вам еще раз за то, что смотрели, за то, что терпели это. Извините за то, что вначале так получилось с этим битрейтом и ОБС. Вот. Больше такого не повторится, наверное. Наверное. Ну я уже сохранил этот профиль, так что все будет окей. Ладно, я тогда выхожу, закрыть, сохранить и выйти, есть. Вот. Life is Strange. Вот, приходите в следующий раз. Ну, естественно, я Life is Strange не буду стримить в такое позднее время. Life is Strange, наверное, пораньше как-то. Ну, конечно, детям-то надо пораньше. Вот. И... Ну, а хорроры, да, хорроры лучше, когда потемнее. Так что, ладно, всем пока. Там пишите в блогах. Пока-пока. Может, скиньте свои пожелания и так далее. Может, что-то нужно изменить и справиться. Таур, пожалуйста, в Гитрейт получше. Ну да, вот это все туда пишите, а то я этот чатик не читал сегодня. Так что, что-то могу не заметить. Ну вот. Ну все, всем пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Бай-бай, увидимся в следующий раз. Продолжение следует...